Вот к слову о мире, какой он, правильный или неправильный. Когда человек начинает раскрываться, когда он начинает находить в себе те же самые внутренние духовные ориентиры, когда он учится раскрывать свою любовь, о которой мы сейчас говорим, от мира он не обязательно сразу получает такой же взаимный ответ. Как в вашем случае была вот эта вот обстояла ситуация, взаимодействие с окружающей средой, с близкими, с родственниками, с друзьями, которые зачастую не всегда даже понимают, что вообще с вами произошло в то время. Может быть, кто-то, ну вот, говорится, да, человек начинает заниматься там какими-то духовными практиками, наверное, он попал в секту. С ним что-то не так, да. Как в данном случае, может быть, какие-то основные вещи, может, какая-то рекомендация для наших слушателей, потому что с этим действительно сталкиваются многие. Буквально подростки нам пишут также много писем, ну, как бы информацию я эту периодически узнаю. Подростки 16, 17, 18 лет просто нормально желающие развиваться, познавать свою суть, без каких-либо там каких-то религиозных подтекстов или там еще чего-то, да. Просто действительно адекватно желаю изучать подобную информацию, чтобы, ну, познавать себя. Сталкиваться с прессингом просто родителей, тех родителей, которые, к сожалению, с этой информацией не готовы, не знают и не готовы к этой информации. Вот что в вашем опыте было такого, да, как вы с этим, возможно, справились, и какую можно дать рекомендацию, чтобы вот это определенное напряжение, которое, естественно, может возникать от обычного окружающего социума, снизить, возможно? Ну, у меня было то же самое, на самом деле, как и у всех, у всех людей, которые что-то вдруг меняют. Дело в том, что нас обучали, и думаю, что и молодых людей сейчас, не обучали о том, что каждый человек индивидуален, у него есть свой путь. Нас как-то всех уравнивали, то есть грести под одну гребенку, как говорится, или не высовываться, или быть как все, особенно, повторяю, это люди среднего, старшего поколения. Ну, действительно, это было так. В частности, если я, допустим, поехал в Индию, то я начал там узнавать какие-то вещи странные, и эти странные вещи я для себя лично принял. Но как со многими людьми, которые, повторяю, меняют что-то свое, особенно если они становятся на какой-то другой путь, в частности, будем говорить, духовности, хотя это вот слишком такое серьезное слово духовности. Путь изменения, так проще, наверное, потому что стал на путь духовности. Что такое духовность? В общем-то, никто и не знает, что такое духовность. Я стал духовным человеком. Мне нравится. Вот проснулся завтра утром и стал духовным человеком. Что такое стал духовным? Я стал ходить в церковь, я стал читать мантры, я стал молиться, это стал духовным человеком. Нет, это должен быть... Тамер, понимаешь, какая штука? Да мы, вот мы готовы, да, мы уже все, вот уже все мы готовы. Готовы ли они? То есть готов ли мир к нам? Готов ли мир духовный к нам? Имеем ли мы качество? Я поехал в Индию, и вдруг я выясняю. Так, мясо есть нельзя, грибы есть нельзя, лук есть нельзя, чеснок есть нельзя. Я задаю вопрос, почему, мне объясняют. Ну, как бы логично, да, я приезжаю домой, так говорю жене, так выбрасываем из холодильника. Мясо, лук... Почему лук нельзя есть? Лук, чеснок, это же для здоровья, это же, мы же знаем, взял чеснок, натер и там все эти бациллы, они сразу куда-то убегают, понимаешь, не нравится им запах этого лука, чеснока, и это здорово для нашего тела. Тело, да, но есть кроме тела что-то другое, и это все объясняется. Самый главный момент во всем этом деле, не впасть в то, что называется фанатизм. У меня Бог один, и этот Бог – Джисус, Иисус Христос. Все, другого нет. Я начинаю яростно проповедовать, давайте мы вот и так далее. Но опять же, это ваше право, это ваш путь, но люди-то не готовы. Существует очень хорошее определение, как надо себя вести, именно будем говорить в социуме и в мире, и как сделать так, чтобы нас поняли. Мы должны начинать с себя. Изменяя внутренний мир, мы измеряем внешний мир. Я могу привести пример. У меня есть знакомый один, и вдруг он тоже начал интересоваться ведами, и он начал читать какие-то определенные книги. Вот уже одна из книг, забегая вперед, это Бхагавадгита, Бхагавадгита, опять же, Эйч не читается. И вот он начал этим заниматься, и жена у него, тоже они стали вместе заниматься. И вот, естественно, нам же хочется это все рассказать. Нам же хочется спасти мир, нам хочется спасти людей, нам хочется причинить людям добро, извините. И мы начинаем всем рассказывать. Ну, с кого и с чего мы начинаем? Мы начинаем, естественно, с нашего самого близкого окружения, ну, с наших супругов, с наших родителей. Причинять добро. Да, ну, это же мы не знаем, что мы причиняем добро. Мы же облагодетельствуем их, мы же точно знаем, это работает. Он начал об этом звонить. Ну, первая реакция его мамы. Он-то живет в Соединенных Штатах, а мама живет где-то на Дальнем Востоке. Она говорит, сынок, ты чего, поехал? Ну, ты о чем говоришь? Ну, то есть человек атеист, а он начинает говорить о Боге. Какой Бог вообще-то говорят? Так вот, реакция, естественно, была совершенно предсказуемая. И тогда он, к счастью для него, понял о том, что надо оставить маму в покое. Ну, пускай мама и живет, как она жила. Ну, и он перестал ей об этом говорить. Но он начал углубляться, углубляться, и вот так углубился для себя, что вот другого уже мира у него уже не было. Он уже перестал существовать, что, в общем-то, тоже является, ну, как своего рода фанатизмом. Я, может быть, чуть позже поясню, но что дальше произошло? Вдруг на каком-то этапе, в какой-то день, через сколько-то там, не знаю, дней, звонит ему мама и говорит, послушай, ты как-то мне рассказал про одну книгу. Но он вначале не понял, потом выяснилось, что про ту самую вот Боговадгиту. Она у нее спрашивает, а где это почитать? Он ей отвечает, мама, ну, вот такая книга есть, но она спрашивает, а где мне ее взять, где мне ее купить? Но она не продается в магазинах, эта книга. Она только распространяется через определенные слои населения, будем так говорить. И он говорит, вот у вас в этом городе там есть храм, храм. Вот там это есть. Мама поехала в храм. Она поехала в храм, потом она звонит. Сынок, я была в храме. Он говорит, как я с тобой говорил, да не надо ехать, ты же понимаешь. Ну, человек боится, что вот вроде бы как бы захотелось почитать, а поехала. А там же фанатизм, там же вот неподготовленную человеку сложно там находиться. Она говорит, ты знаешь, нет, было все нормально, мне это понравилось. Короче говоря, это я к чему это все рассказываю? Я рассказываю к тому, что изменяя себя, мы можем очень серьезно повлиять на внешний мир и на окружение наших родственников, наших родителей, в том числе, дай бог, живым. И это очень интересная вещь. Единственное, что не надо, не рекомендую никому говорить, точно знаю, это так. Неизвестно, чего в ответ вы услышите. Таким образом, не впасть в фанатизм, короче говоря, а вот делай свое дело, изучайте, изучайте. Наступит момент, вас спросят об этом. Если вас спросят об этом, вот тогда говорите. Да, действительно, со своей стороны так же. Опять же, сказать нельзя конкретно и точно, да, что я знаю, но я замечал, что это работает. В данном случае, если вкратце рассказать о своем опыте, что когда я старался менять людей, когда я понимал, что я что-то знаю, то, естественно, возникал обратный какой-то, да, такой, не конфликт, ну да, обратный конфликт. А когда я задумался и стал менять внутренне, поменялась не только внешняя обстановка в том месте, где я тогда жил, да, с семьей, даже поменялась обстановка у соседей. И когда я это осознал, я действительно понял, что в данном случае я могу подтвердить, что один из таких вариантов сработал. Благодарю. Получается так, что для того, чтобы, если вот просмотреть ваш путь и отследить, да, вот такие основные вещи, которые позволили двигаться дальше, получается ли так, что просто человеку нужно быть открытым самому себе, открытым миру, не бояться путешествовать туда, куда как бы внутренне, да, человек стремится, хочет, не находить отговорок таких, которые говорят, что путешествовать по какой-то причине невозможно, не находить отговорок, которые говорят, что даже если нет возможности путешествовать, то нет возможности найти какие-то ответы там в своем городе или даже там в окружающей среде. В любом случае, так ли получается, если человек начинает открываться и все-таки быть честным с собой, он найдет ответы для себя, либо в путешествии, либо просто выйдя во двор своего дома. И можем ли мы порекомендовать нашим слушателям не бояться двигаться дальше и делать всегда шаг навстречу к миру и быть уверенным, что мир все-таки ответит позитивом? Сразу и безусловно да. Если, скажем, двигаться в хронологическом порядке задавания вопросов, то я вспоминаю программу, которую я делал, я брал интервью у достаточно известного российского учителя, врач Дмитрий Шеменков. На нашем канале можно посмотреть с ним интервью, хотя и без меня там хватает интервью, это была всего одна программа. Но я даже не понял, когда мы с ним беседовали, у него был один из чего надо начинать путь своего совершенствования. Еще раз, у него свой, так скажем, подход. Но он говорил о том, что надо быть честным. Надо быть честным. Я не понял, честным по отношению куда, кому. Ну, потом выяснилось, честным по отношению к себе. Ну, вот мы встали перед зеркалом и задаем себе вопрос. Скажи-ка, мой дорогое отражение о том, ты как честен или нет. Ты делаешь что-то для чего ты делаешь? Опять же, чтобы изменить мир, изменить кого-то, изменить свою жену, мужа, детей или изменить себя. Ну, как правило, мы знаем, что надо изменять себя. То есть, ответ, естественно, надо быть честным. Надо ли путешествовать, это все узнавать? Ну, сейчас я буду делать рекламу Дамиру. Вот, ребята, он же сам рассказывает, что можно путешествовать в Астрале. Поэтому те, кто не могут физически никуда поехать, можно все это узнать. И в астральных путешествиях могу сразу сказать, я в этом не специалист, ничего не понимаю. Но я знаю, что такое есть. И при каких-то определенных усилиях и каких-то знаниях, которые, кстати, Дамир мне может сам меня гайд туда, я тоже могу это делать. Ну, еще раз, у каждого своя дорога, у каждого свой путь. Но, естественно, можно и нужно менять. Это еще раз, это путь познания наш, это путь нашей эволюции. Evolving, это по-английски. То есть, мы как бы идем вперед, и мы развиваемся с помощью кого и чего. На первом этапе, кстати, все знали, еще раз, до тех, до исторических людей и мамонтов, которые ходили. Кстати, эти пятиконтропы, это эти петеки, которых там находили, это остатки той прошлой калий-юги. Потому что все-таки идет деградация, извините, конечно. Не сейчас, не скоро, у нас еще впереди 427 тысяч лет, в соответствии с теми сроками, которые говорит нам в Ведах, которые говорится. И я полагаю так, что вполне каждому человеку это все постигнуть. Поэтому давайте двигаться. Субтитры создавал DimaTorzok